Всем привет, ребят! Меня зовут Лена, и сегодня я снимаю видео по поводу устного русского экзамена. Это уже 30-й дубль. Я, если честно, задолбалась. Но что не сделаешь для своих любимых подписчиков. Берите в ручки блокнотики, ручки и записывайте всё, что я буду тут говорить, потому что эта информация никому не нужна. Итак, первый совет меня вам — это снимите всё напряжение, посмотрите ASMR-видео, расслабьтесь, просто не думайте об этом экзамене. Вы понимаете, что это очень легко? То есть мы все люди, да, мы все умеем разговаривать, мы все с рождения говорим на русском языке, и забыть какое-то слово по-русски просто невозможно. Также помните, что вы идёте в свою школу, у вас принимают ваши учителя, там приёмная комиссия вся из ваших учителей состоит, русоведов, там, я не знаю, литературоведов, кого угодно, и в этом нет ничего страшного, ребят, я вас уверяю. Также не нужно искать ответы перед этим экзаменом, как сделала это я, я искала их в ТикТоке, Инстаграме, Ютубе, ВКонтакте, в общем, где только можно, я что-то нашла по своей области, но эти ответы, точнее текста, оказались неверными. И когда я туда пришла, меня просто спросили, Лена, у тебя есть текста? Я сказала, нет, у меня нет текстов, и мне их просто дали вот так вот на блюдечке, сказали, вот эти текста, можешь их учить, и всё. Поэтому, если ваша фамилия начинается не на букву А или Б, и вы состоите не в А-классе, то вам точно переживать не о чём. Вы пойдёте не первым, и это факт. У меня фамилия начинается на буковку Ф, и я в Г-классе тогда была, на тот момент, я была, ну, практически последней из всех. После меня там человека два, наверное, оставалось, и всё. Начало этого экзамена я ждала в школе два часа. Я торчала там два с половиной часа просто так. Эти часы я потратила на то, чтобы выучить текст, который я нифига не выучила, потому что я очень сильно волновалась. Для меня говорить с каким-то человеком, ну, это просто что-то нереальное, и, ну, короче, мне было страшно. Так вот, я их учила, учила, зубрила эти текста, которые нифига не получились. Второй мой вам совет, не надо учить тексты, не надо их заучивать. Единственное, что вы можете заучить, это даты, которые там есть, потому что при пересказе они по-любому понадобятся. Ну и вот, собственно, настала моя очередь идти в аудиторию. Я же трусиха, и я вот просто пошла, у меня ноги подкашивались, я чуть ли не в обморок там падала. Зашла я в эту аудиторию, значит, закрыла дверь. Там сидело два русоведа, которые вот тут вот сидели за партой, смотрели на меня. У них были бланки, где они записывали, на сколько баллов ты, собственно, всё это сдаёшь. То есть там они оценивали это там на двоечку, это на троечку и так далее. И также был ещё один человек, который, собственно, принимал у меня этот зачёт, который говорил мне все задания, что будет. Сужусь я на стульчик, она спрашивает моё имя, фамилию, записывает это на диктофон, который расположен в ноутбуке у неё. И всё, начинается весь экзамен. Сначала у нас идёт просто чтение текста. На чтение текста вам, по-моему, даётся две минуты на подготовку, это более чем достаточно, ребят, учитывая то, что вы эти тексты видели до этого. Просто пробегитесь ещё раз по этому тексту, прочитайте его один-два раза, хорошо проговорите цифры, которые там есть, поставьте их в нужном падеже, потому что это очень-очень важно. За неправильность произношения у вас снимут баллы, это не очень хорошо. Всё, окей, допустим, вы этот текст прочитали, и дальше у вас идёт второе задание, это пересказ текста. Если что, тут я в телефоне открыла демонстрационный вариант, чтобы вспомнить, так сказать, как это у меня всё было, потому что всё-таки год прошёл, и я всё забыла, если честно. Но не всё частично так. На пересказ текста у вас даётся всего лишь одна минута, и если вам попадётся такая тётенька, которая реально уберёт у вас текст, и у вас его не будет перед глазами, то вам придётся как-то импровизировать и вспоминать, что там всё-таки было. Но мне лично попалась такая тётенька, которая тексты не убирала, то есть он у меня был просто перед глазами, и я читала всё, что видела, точнее, якобы пересказывала. Но опять же, такое не всем попадётся, потому что в нашей школе мне рассказывали, что кому-то не попалась такая тётенька, и им пришлось вспоминать всё самостоятельно. Так вот, при пересказе я даже не знаю, что вам посоветовать тут, потому что я дико боялась этого задания, но просто попробуйте выделить главные темы, которые вы считаете вот прям самыми основными в этом тексте. Обязательно упомяните там, если это Юрий Гагарин, полёт его в космос, когда это было, кто был этот человек, зачем и так далее, то есть что он сделал всё-таки. Задание 3. Я думала, что задание 3 — это самое лёгкое задание, которое только может быть здесь, но я очень сильно ошибалась, потому что для меня оно оказалось самым сложным впоследствии. У вас будет три темы на выбор. Первая тема — это описание на основе фотографий. Сразу вам скажу, эта тема отпадает, потому что она очень и очень тупая. Я выбрала именно эту тему, у меня была фотография, знаете, там был изображён мальчик, две девочки, мальчик играл на гитаре, у них был якобы пикник летом, всё, больше там не было ничего. Что сказать об этой картинке в 10 предложениях с причастными идеями, причастными оборотами, ну, я просто не знала, серьёзно. Я еле-еле уложилась. Вторая тема — это повествование на основе жизненного опыта. И вот это самая ходовая тема, самая крутая тема, которую очень редко берут. Выберите её, она реально крутая и лёгкая, потому что... Почему? Объясняю. В этой теме вам просто даётся какая-то тематика, например, поход, школа, дом и всё, больше ничего нет. Никаких рамок, никаких ограничений, вы можете говорить всё, что угодно. Вы можете рассказать про Петю с соседнего подъезда, вы можете рассказать про вашу маму, вы можете рассказать реально про себя, вы можете рассказать просто всё, что вы думаете, вы можете набрать с трекороба. Главное, чтобы это было красиво и главное, чтобы здесь была построена речь. То есть всякие речевые обороты, чтобы всё было круто и классно. Третья тема — это рассуждение по поставленному вопросу. Мне кажется, это тоже ложёвая тема, то есть не стоит её выбирать, потому что здесь у вас чётко есть грани. То есть у вас есть вопрос, которому вы должны следовать. И если вы как-то неправильно ответите на этот вопрос, либо вообще не ответите на него, и уйдёте в какую-то другую сторону, то вам точно не зачтут за него баллы, а это важно. Я вам просто посоветовала, что лучше выбирать вторую тему, где вы можете просто наврать, приврать, приукрасить, и всё будет классно. Но тут вам уже выбирать, что вам ближе. За день до экзамена, кстати, советую вам открыть какой-нибудь демонстрационный вариант и быстренько пробежаться, что тут есть, посмотреть, и всё-таки выбрать тему, какую вы будете говорить, какая вам ближе, что вам лучше. Может, вам реально будет описание фотографии ближе, чем, например, вот то, что я сказала. Ну, не знаю, фотографию... Реально не выбирать фотографию — это просто... Это полный провал, серьёзно. Ну и, в принципе, всё. Это всё, что я вам хотела рассказать. Если вам было интересно, хотя не думаю, то, пожалуйста, поставьте мне пальчик вверх, если вам понравилось это видео. Также, если ты новенький на моём канале, то добро пожаловать в мою семью. Я здесь снимаю стадии влоги всякие, рассказываю о чём-то. Так что, если тебе интересна эта тематика, то подписывайся на мой канал. Буду всем рада. Я всех обнимаю, всех целую, всех люблю. И всем пока!